Музыка Министерство образования настаивает на закрытии гимназии в селе Новотроицкое Новоаненского района. Вице-министр образования Игорь Гроссу, пообещавший ранее жителям села найти решение, позволяющее сохранить сельскую школу, сейчас заявляет, что она должна быть закрыта. Тем более, что есть все условия для транспортировки учащихся. 7,5 километров национальной трассы соответствуют всем условиям для перевозки детей в соседний населенный пункт. Более того, в этой премарии есть две гимназии, обе с дефицитом бюджета, в 1 миллион леев, 380 тысяч и 360 тысяч соответственно. Мы рекомендовали местной публичной администрации, что правильнее было бы из двух гимназий с дефицитом сделать одну хорошую, сделать детский сад, где осталась бы начальная школа. Вопреки собственным рекомендациям, Игорь Гроссу настаивает, содержать учебные заведения с дефицитом бюджета нет смысла. Школа в Новотроицком подлежит оптимизации, а если жители села так ратуют за ее дальнейшее существование, пусть местные патриоты об этом позаботятся, нашел решение чиновник. Очень простое решение заключается в следующем. У примара есть бюджет в 1 миллион 400 тысяч леев. Если люди настаивают на сохранении этих двух учебных заведений, и если в них столько патриотизма по отношению к своему населенному пункту, пусть возьмут 400 тысяч из бюджета примарии первого уровня и сделают красивый жест, чтобы сохранить оба учебных заведения. Хотя, повторю, помимо того, что нет качества, мы не видим, зачем должны существовать эти два учебных заведения с дефицитом бюджета и при отсутствии преподавателей. История с закрытием гимназии в селе Новотроицкое, напомним, началась в сентябре. В знак протеста против оптимизации местные жители неоднократно перекрывали автотрассу Кишинев-Новой Анины-Паланка. Часами родители вместе с детьми стояли на холоде, требуя от властей сохранить школу. Осознав, что протестующие отступать не намерены, вице-министр образования пообещал, что приемлемое для жителей Новотроицкого решение будет принято. На данный момент приказ районного совета о ликвидации гимназии приостановлен судебной инстанцией. И такое вмешательство, как выразился Игорь Гроссу, вызывает сожаление.